Ну что ж, представляем вам новый Angry Birds. Китайский. Ну, если честно, то на самом деле ничего нового в этом нет. Это Angry Birds путешествие во времени. Так называется, переводится. Но на самом деле не всё так круто, как кажется. Мы заходим сюда. Могу узнать, во-первых, что-то необычное, да? А потом что-то знакомое. Что-то опять знакомое. Тут ещё более знакомое. Опять необычное. И что-то снова знакомое. Ну, как вы понимаете, мне кажется, что здесь не совсем так много эксклюзивного. Не уверен на счёт вот этого. Но вот это, если попытаемся начать, допустим, кажется, что ух ты, вот это да! Новый эпизод! Вот. Но заходим. И понимаем, что... И смотрим внимательно. Мы видим, что... Опа! Фон другой. А уровни-то те же самые. Хм. Ну, зато интерфейс немножко отличается, заметьте. Мы не получили две звезды, но ничего. В общем, этот эпизод, это, как видите, полностью представляет собой... Полшитекс. Это просто полшитекс с другим фоном. Вот что можно сказать об этом. Ну, давайте рассмотрим интерфейс. Я его сам не смотрел, на самом деле. Магазинчик. В общем, это, как можно сказать, так как китайские версии, помните, в китайской версии обычно гребёд, если мы сейчас не добавили несколько новых эпизодов, то вот они как бы здесь. Пигги фарм и вот это, как я понимаю. Можно купить их, да. Это версия, кстати, тут можно покупать бесплатно. Ну, давай посмотрим ещё. Вот у нас есть то, что знакомо. Это тупо обучение. Как вы знаете, это обычное обучение из Angry Birds. Ничего необычного, кстати, заметьте. Видите, звёзды, счётчик звёзд теперь понятнее, как звёзды мы получаем, да? То есть, получим или не получим. Тут тоже есть система монеток, как в новых версиях Angry Birds. Как вы понимаете. То есть, можно сказать, что эта версия, как бы, продолжу, необычный Angry Birds для китайской, для Китая. Так как там не вышло это обновление, тут вышло. Тут тоже есть, кажется, Могучий Лего. Вот. Метаностов, кристаллики, монетки, да? Вот и как Смогучий Лего. Да. Какая-то немножко отличается от Сутика. Птичка, но... О, система билетиков, да, здесь у нас... В смысле, у них устаревшие носки. А, кстати, те самые уровни из... Чистит, обучающие. В общем, ничего необычного в этом нет. Хотя, кто знает, я надо посмотреть, что будет дальше. Может быть, все еще безобъекты и зеленые. Синие звезды. Какие-то, какие-то просто звезды фиолетовые. Не всегда были такие. Ну, в общем, мы все знаем, да? Давайте посмотрим ещё немножко. Ну, удивляться не надо, это Могучий Лего обычное. Не сюрприз для вас. То есть, вот, ну, вот именно поэтому версия обычный интерьер с китайской не обновляется. Именно потому, что, как видите, вышла на них, оказывается, ещё одна версия. Ладно, не будем смеять Могучий Лего. Тут там то же самое показывают, что я в обычной не китайской версии, да? Ну, да, вот она Могучий Лего. Так, что он здесь за кнопочки? Это попробовать вводить можно информации. Ничего интересного. Что? Хм, версия 1. Странно. Странно, странно. Какие-то подарочки. Что за подарочек? О, да. Как и в китайской ПВЗ, тоже. Всякие там штучки. Это у нас предложение. Купить, значит, паврапы с монетками кристаллами. Это что купить? Тоже купить можно. И это что? Бесплатно, нет? И что нажал? Возможно, бесплатно, возможно, нет. Видимо, ежедневный бонус такой. Можно брать часто, либо разок. Это покупается за уже, за деньги, ясно. Что за випка? Випка дает кристаллы, которые будут даваться. А, дает 100 кристаллов, и в течение 30 дней вам будут 16 давать. Это мало. Все, сами кристаллы стоят, но понять мне нельзя. Вот так. Призе яиц. Это снова акции. Купите, купите, и все будет плохо. Ну, что могу сказать? Орел. Тоже с уровнями. У врапа здесь удивительно нет врапа удвоения очков. Хотя место для него есть. Может, путь, кто знает. Может, испытать? А, ну это... Все понятно, в общем, да? Да, я знаю, я знаю. Выходим, выходим. Это 0,10. А, ну, прохождение, если я пойду здесь. Прикольный случай. Видите, интерфейс изменился. Тут, видите, счетчик звезд. Это удобно, кстати. Покажется, получили, получили, не получили. Интересная система. Да, мы знаем. Так, что с подарочек снова? А, это он и есть. Вот так вот это. Тут уже пройти эпизод. Либо купить можно, да? Или звездно, получается. Купили мы, слушайте. Давайте посмотрим. Так как это у нас обычный по-фитекс. О, здесь день, кстати. А тут вот этот... А тут нужно пакетить этой везде. Вот, чем интересно, я тебе узнаю. Ощерните, орел еще за 40 кристалликов. Он... Он... Каждый раз за 40 кристалликов. Либо так купить его навсегда за 40 кристалликов. Мога. Не, мне кажется, каждый раз за 40 кристалликов. Нужно тратить, чтобы призвать орла. Вот эта интересная система, да? Как вам это? Вот это китайская версия. Фоном нас не обманешься. Извините, я уже не помню все. Наизусть. Кажется, почти все. Так. Вот такое отменю по игрушкам. Меню экран, скорее. Нужно сейчас проходить не будем все это, потому что это ведь обычные уровни. У нас две звезды, в смысле, две монетки. Сколько я получил? Три звезда пошел? Две звезды, да? А, то есть, у них все открываются дальше. Необязательно нам нужно... Необязательно нам нужно другое. Забавно, да? Все в Китае начинается. Все-ка звезд. Две снова. У нас пускают. Хорошо, тут не надо проходить на три звезды. Все, чтобы проходить. Ну, это павраб из Митчика. За... За... Кристаллики. За них три уровня почему-то... Допустим, а вот эти уровни, ну, все интересно, что это такое? Это новое или все-таки не совсем? Это мы знаем, что. Ну, что, давайте купим, потому что мы не хотим проходить все это. Давайте узнаем, что-то у нас в Купе. Все, да? А, что? А, закрестал из Купа. А, засток, сток и сталов стоит открывание. Либо собрать нужно звезды, чтобы не пройти, да? Сколько у нас звезд сейчас? Двенок. Да, звезды и 50 чего-то там есть. Хм, интересно. Ну, ладно. Давайте приобретем. Можно ведь, да? О, да, бесплатные покупки. Хе-хе-хе. Открываем. Блин, как так открыто-то? А на какую кнопку? Вот это. Ну, что? Следующий эпизод. Что это такое? Новый или нет? Обман с фоном или... Или сделают что-то удивительное? Хе-хе-хе. Конечно же нет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам во времени как pvz копирует с pvz 2 до но потом передумали видимо в китайской версии те же это сделать да не в китайской версии что я сделал таки а давайте не сделали у небес 2 пришество времени сделаем отдельную версию для китайцев у нас как будто ведь как будто они уже из обычной китаем в китай будущего переместились птицы каким-то образом видите ну не те же самые стыдно mighty fox так изучили да изучили пойдемте дальше победили ладно стости седьмом то же самое да фон фон 100 делает что-то новеньким да немножко немножко делает так что как будто бы что-то удивительное заставки не поменяли там как не допустим переместились китай будущего зато яйцо интересно как 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 в смысле как а как а желтой птицей сейчас попробуем куда-то яйца будет попадать или как они в том что я не помню сама была здесь включите вы помните чтобы золотое яйцо было тут мы собрали как будто но прикольно привезла заново и что с ним делать и где она где она а вот снизу стоит вовы тут еще чуть необычные это покупать снова надо за кнопку давай посмотрим как что из режима кинг пига взяли это режим кинг пиг не спройти что получи бонус листом прикольно да придумали а в китайский версии сажен кинг пиг кстати по он должен быть кстати кажется можно за на можно и и что если задали а тип мы открыли это теперь можем бесконечно или что чем бонус а мы прошли получаем бонус за это а это что такое это в следующий день мы приходили куда интересно посмотреть потом так ладно ладно мы поняли ой пойдем пойдете послушать что следующий но это мы видим это кажется что открываем этот эпизод похож очень на даже не пока что он и есть берет айланд помните из обычного ребенка же тут его даже не или где-то где он первый появился в этой версии либо выберется обычным мы видим думаю берется обычно все таки логичнее всего понять украфт я спас меня уцелела до 7 смело ну 31 1 ну да необычно можно ждать это мы помним да забавно да а другие эпизоды какие будут ли где будут заставки себя переделали бы было бы прикольно понятно да тарел кстати за 40 монеток за 40 столов он пришел и уже поздно а вот меня еще взяли на счет и дадут на перске его что там что и перо и звезды ютза это и перо и звезды это как так вообще то есть теперь это дает не только первой на и звезды еще не полностью мы забили ладно допустим это факт за это факт ведь не в на факт чем чем и чем почему пам-пам-пам-пам вот это пришлось во времени на в факту попали конечно странная штука если это в обычном гиберс было зачем сделать здесь да кайнафиксах 8 меня ничего необычного пойдемте дальше посмотрим это просто факта ждал с этим что-то будет эксклюзивные вот начинается наконец-то свиная ферма да та же самая заставка ну да как в обычном гиберс да почему бы не сделать отдельный годы китая если мы не будем обновлять обычный кипер сделаем отдельный круг как будто бы новая игра на самом деле там все из первого гиберс ну вы помните мы тебя после этого эпизода птика действительно начали путешествовать во времени немножко но отправились в этот юрский парк до после этого эпизода но показать почему-то нас отдельно то есть мысли еще к тебе за должен стать у нас почему-то вот здесь стоит полоска грузика делать ваши ставки 1360 а стоп что смита нужно собрать звезды плюс еще собрать перья на что ли или нет либо или перья ну или перья открываем выйти стоит стоит за эпизод и как он изменен и эксклюзивные все-таки да ну не может быть но фон новый заметим 2 2 части это может быть либо эпизод какой есть это флок фаворис либо 10 эксклюзивный ну что подумаем подумаем узнаем о о о о так вот и начинается игра